МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Кощеронлайн, студия ведущая Алексей Ковтун и Екатерина Иванова. Режим всеобщей изоляции в Карачаево-Черкесии, да и во всей стране, продолжается. И чтобы свести на нет распространение вируса, это вынуждает нас менять формат нашей программы, работать так уже второй месяц и менять наши привычки в целом жизнь. И в связи с этим мы просим каждого из вас все-таки продолжать оставаться дома, потому что как только снимут режим всеобщей изоляции, это все-таки не гарантирует нам того, что не будет новой волны коронавирусной инфекции. Поэтому действительно нужно немножечко еще подождать, потерпеть, чтобы к лету, как мы говорили на прошлых программах, мы уже спокойно могли планировать свои отпуска. Да, а я по своей привычке еще немножко попугаю народ, потому что специально обученные медики говорят, что даже те, кто переболел бессимптомно коронавирусом, они все-таки заплатят за это несколькими годами жизни. Понятно, что это в принципе предположение, и не всех медиков, а только части, но звучит как-то не очень оптимистично. Поэтому, наверное, если есть возможность избегать контактов, лучше, наверное, их избегать. Потому что медики как-то вот с большой опаской смотрят на коронавирус и предрекают, что он нам еще кучу неприятных сюрпризов преподнесет. Так как, исходя из вышеизложенного, мы не имеем ни морального, никакого права приглашать к нам в студию гостей, будем общаться с ними как-то виртуально, визуально, вот по интернету, ролики, скайп и так далее. Но вы, дорогие телезрители, тоже можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 775 03 24, звонок бесплатный, или же писать в нашу группу в WhatsApp. Телефон будет появляться регулярно внизу экрана. Тем более сейчас мы готовим немало информационных сюжетов, которые продолжают информировать вас о распространении, о ситуации коронавирусной инфекции. Но вы должны все-таки понимать, что все те требования, которые выдвигают нам, вам, это все такая вот реалия сегодняшней жизни. И вот мы пытаемся вам хоть как-то разнообразить этот день, получается. Стараемся. Ну, конечно, каждую программу мы начинаем со статистики. Вот прежде чем озвучить данные на сегодняшний день, хочется отметить, что эти выходные в Карачаево-Черкесии были такие вот действительно волновые какие-то. В один день было такое прям очень заметное повышение, количество выявленных больных. Потом это как-то пошло на спад. Что будет завтра, мы сказать не можем, потому что действительно данные меняются каждый-каждый день. Ну вот на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 457 случаев COVID-19. 41 человек выздоровел, двое скончались, 223 сейчас госпитализированы. Остальные продолжают проходить лечение дома, оставаясь в режиме изоляции, под наблюдением врачей, конечно же. А сейчас о статистике по стране и в мире. Все познается в сравнении. Давайте сравним. Начнем с Северного Кавказа. Не будет, к сожалению, в нашем перечне Чечни. А Чеченская Республика почему-то выпала сегодня с сайта stopcoronavirus.rf. Надеюсь, это какая-то техническая ошибка. Не хочется вдаваться в теории заговора. Вот. По тем, кто был на самом деле. Ставропольский край. Там сегодня зарегистрировано официально 40 новых случаев заражения. Итого 864 больных. То есть, получается, на самом деле он занимает второе место снизу в антирейтинге по Северному Кавказу. А было время, второе место сверху занимал. То есть, на самом деле... То есть, что мы говорим? Меняется все каждый день. Можно. Можно, на самом деле, оказывается, как-то этот коронавирус обуздать. В Ставрополье вводили какие-то серьезные меры, и он с тех пор как-то вот в абсолютных цифрах вниз спускался. И вот теперь меньше зараженных только в Карачао-Черкесии по Северному Кавказу, чем в Ставропольском крае. Вот. Это также говорит о том, что те меры, которые именно на курорте были выдвинуты, которые были приняты... Очень жестокие. А Кавказские минеральные воды, где и было большее количество зараженных в Ставропольском крае, вот эти меры сегодня дают нам свои такие вот положительные, насколько это возможно, плоды. Да. Но все равно цифры трехзначные и неприятные. В Ставропольском крае 864 больных. Ну, если поделить на количество жителей Ставропольского края, уже не так и много, на самом деле. В Кабардино-Балкарии 925 заболевших, дневной прирост получается за последние сутки плюс 105. В Ингушетии, в одной из самых малочисленных республик Северного Кавказа, а 1018 зараженных плюс 52. За сутки в Северной Осетии уже 1253. И, наконец, в Дагестане, которая по Северному Кавказу лидирует в списке, там 2200 человек. Ну, вот мы тут в Карачаево-Черкесии, конечно, должны обрадоваться, что вроде бы не такое большое количество зараженных по сравнению с другими регионами. Но мы не должны расслабляться, потому что, чтобы мы не встали в один ряд с тем же Дагестаном или Северной Осетией, должны постараться мы каждый. Но что касается общероссийской статистики, то суточный прирост зараженных по стране составил более 9000 человек. Инфекция за день унесла жизни 86 россиян, общее число погибших – 1537. Если говорить об общемировых данных, то официальная цифра зараженных перевалила за 3,5 миллиона. Наибольшее число пациентов с коронавирусом в Соединенных Штатах Америки – 1,2 млн инфицированных. На втором и третьем местах – Испания и Италия. Замыкают пятерку – Великобритания и Франция. Пятерка, о которой мы говорили уже на второй неделе режима изоляции, который был введен в России, все-таки осталась без изменений абсолютно. Даже места особо не менялись. И вот с таким, скорее всего, итогом мы подойдем к концу пандемии, дай бог. Ну, менялись только итоги посмертности. На самом деле, сначала Италия лидировала, потом Испания. Сейчас, как это ни парадоксально, вовсе не Соединенные Штаты, где 1,2 млн больных. Сейчас на первом месте по смертности, если я не ошибаюсь, Франция. Ее Швецию упорно догоняет. Швеция, напомню, единственная из европейских стран, Беларусь не считаем, которая не ввела карантин в стране. Поэтому, может быть, в соседней Финляндии смертность 3-4%, как и в Германии. А вот в Швеции 12% смертности догоняют потихоньку Францию. Не дай бог, конечно, это очень печальная статистика. Это к вопросу о том, опять же, что к коронавирусу надо относиться серьезно. О нем, конечно, сейчас мало, что толком известно на самом деле. Вот, через год, через два мы-то будем о коронавирусе все знать. Будем делать вид, что всегда о нем все знали. Сейчас о нем мало что известно. И вся новая информация о коронавирусе, она хуже того, что было раньше, к сожалению. То есть, как-то вот позитивных новостей о коронавирусе мало. Но это не значит, что не надо сохранять позитив внутри себя, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Мы должны просто быть все насторожее. Во всяком случае, я так считаю, Алексей. Не, ну, с оспой, чумой и прочими неприятными болезнями как-то человечество справилось. То есть, у нас есть опыт, у нас есть опыт на самом деле. Когда я говорю «у нас», я имею в виду медиков. Медики знают, медики в курсе, медики много лет выстраивают. Медики как пожарные на самом деле. Ну, дай бог, в этот раз мы не будем приобретать этот опыт тем путем, о котором вы только что упоминали. А для этого наши медики и учились в своих институтах, для этого наши медики и работают. Вот теперь, как у пожарных на самом деле. Вот случился пожар, настало их время, наши медики работают. Давайте нашим медикам поверим. Потому что, когда пожарные нам говорят «не суйтесь в огонь», мы как-то сами посудим, потушим, сами вынесем вещи. Пятое, двадцатое, у нас есть оборудование, у нас есть опыт. Не надо вам соваться, мы как-то обычно пожарным верим. Давайте врачам точно так же верим. Ну, кстати, да, возвращаясь, вот вы такой плавный переход даже сделали, а насчет доверия медиков. Вот более половины россиян все-таки готовы обратиться к врачам в случае первых симптомов коронавирусной инфекции. Это 55%. Вот сразу готовы. 55% на самом деле кажется, что больше половины, но это не так уж и много, потому что, судя по опросам, 7% они будут ждать ухудшения собственного состояния. Обратятся к врачу только в том случае, когда их состояние действительно ухудшится сильно, резко и будет говорить о том, что это действительно коронавирусная инфекция. Я не знаю, как в домашних условиях люди это определят, но вот такие результаты. Они в интернете посоветуются. Кстати, вот этот вот опрос провел антикризисный социологический центр, и по его результатам при сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью обратятся всего 35% опрошенных. То есть мы видим то, что 55% готовы сразу обратиться, остальная часть готова или ждать каких-то ухудшений, или смотреть на свою температуру, следить за тем, какие изменения будут происходить. Эти результаты – это все итог нашего собственного отношения, наверное, к своему здоровью. И самое смешное, я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что на самом деле был бы коронавирус, не было бы коронавируса, а итоги опроса были бы примерно одни и те же. Я думаю, что итоги опроса были бы еще хуже, потому что если на сегодняшний день, когда люди стали обращать внимание на собственное здоровье гораздо больше… После того, как мы их два месяца пугаем со всех экранов, из каждого утра. Да, и результаты опроса говорят о 55%, то наверняка раньше эта цифра бы снизилась процентов вдвое точно. Нет, смотри, здесь есть логика, здесь есть логика, 55%. Мы же знаем, что женщин по статистике больше, чем мужчин. Ну, примерно так. А мужики, вот у них есть такая вот, я за собой знаю. Не, лучше я пересижу, к врачу идти. Очень похоже, что это мужики испортили всю статистику. Да, судя по всему, мужчины наоборот, как только у них на полградуса повысится температура, готовы бежать и спасаться. Не, 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 они готовы лежать на диванчике и жаловаться, может быть, но вот к врачу, к врачу, нет. Ну, ладно, я думаю, что это еще мне предстоит узнать опытным путем, но все-таки если говорить о конкретных… Ну, в каждой шутке есть доля шутки. …статистических данных, то действительно сегодня россияне еще, судя по всему, не до конца принимают сложившуюся ситуацию с распространением инфекции. И если они уже приняли ситуацию с самоизоляцией, то с обращением к врачам тут еще все немножечко тяжело. Ну, не знаю, чего врачи боятся. Я понимаю стоматологов, а терапевты-то чего боятся? Ну, максимум, уколечек пропишет. Ну, хорошо, на самом деле мы сейчас поговорили о статистике, и статистика четко показывает, что говорить о каком-то прекращении распространения коронавируса в России рано, хотя звучат сейчас от высокопоставленных медицинских чиновников слова о том, что страна вышла на плато, ну, статистика немного, то 6, то 10 тысяч за сутки выявленных, какое-то необнадеживающее плато, если это оно есть, не знаю. Вот. На самом деле, какие бы оптимистические заявления не звучали с экрана телевизора, вот, сам по себе коронавирус, скорее всего, никуда не уйдет, если мы ему не поможем. Вот. И даже если Россия действительно вышла на плато, то есть это не означает о том, что коронавирус пошел на спад. Это означает, что коронавирус перестал, что называется, дно пробивать. Но он по-прежнему вместе с нами в обнимку сидит, по-прежнему представляет смертельную опасность, и риски возобновления повторного, так сказать, пика коронавируса, они вполне очевидны. То есть плато означает о том, что количество людей каждый следующий день, по-прежнему зараженных, достаточно велико. То есть вирус на спад не идет. Вот как раз-таки подобное заявление, о котором сейчас говорил Алексей, сделала накануне Анна Попова, глава Роспотребнадзора нашей страны, и она отметила, что часть ограничительных мер, которые сегодня таким вот явлением стали в Российской Федерации, они сохранятся до появления вакцины. То есть мы все учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть, вырабатываются те или иные алгоритмы действия в определенных ситуациях, и даже если говорить, все, мы снимаем ограничения, и какие-то сферы начинают работать, какие-то жизненные привычки вновь входят в нашу жизнь, жизненные жизни, вот немножечко тут потавтологила я, но все это не говорит о том, что некоторые ограничения все-таки останутся. Например, то, что пожилым людям все-таки еще какой-то период придется оставаться дома. А сколько займет этот период, пока непонятно, потому что всегда, когда мы говорим о создании вакцины, мы напоминаем, что это история не завтрашнего дня. Вот такие вот, я считаю, что это обнадеживающая информация, то есть вакцина точно будет. И если придется еще подождать, то я думаю, что это стоит того. Вот. Ну, на самом деле, что касается того, что нам придется учиться жить в мире после коронавируса, ну, наверное, мы перестанем удивляться людям, которые массово будут появляться в магазинах или на концертах, или на соревнованиях в масках медицинских. Вот. В Китае и Японии им давно не удивляются. Вот. Ну, мы тоже перестанем. Уверен, какая-то часть населения будет продолжать носить маски, и это, наверное, имеет смысл, потому что, ну, коронавирус, не коронавирус, а какие-то другие инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, они сезонные, они вот тоже как-то рядом с нами. Вот. Кто-то будет от незнакомых людей держать дистанцию, может, еще год, может, еще полгода. Пожилые люди, может быть, еще долго перестанут сидеть на лавочках. Ну, что-то уже ударились в фантазийные какие-то истории, потому что мне кажется, что сегодня наша задача просто жить сегодняшним днем в том плане, что нужно заботиться сегодня о себе. А это как раз-таки даст свои результаты завтра. И вот пока все сидят на карантине, мне кажется, у людей открываются какие-то новые творческие дыхания. Ну, я надеюсь, что да. Ну, вот пока режим самоизоляции продолжается, вот как пример. Один из участников шоу «Голос» Марк Юсенов и преподаватель из Казани Вениамин Борисов, они вот так вот скоперировались и запустили в соцсетях флешмоб «Пересидим карантин». Ну, любой желающий поет понравившуюся строчку из песни, потом из них складывают один общий хит – хор людей, переживающих самоизоляцию. И к пению онлайн сейчас постепенно присоединяются и прочие знаменитости, флешмоб набирает обороты. Родион Газманов, Валентина Рубцова, Михаил Полицеймака, Дмитрий Харатьян, Марк Тишман, Юрий Стоянов и другие звезды, они уже записали короткие видео, из которых получился такой полноценный клип. Снимали как порядочные карантинщики в домашней обстановке, в халатиках, в домашних пижамах, с котом. То есть все, с чем они сегодня живут. Безусловной королевой флешмоба стала Нона Гришаева, которая ради съемок принарядилась в такую необычную пижаму. Ну, Ноночка, она королева без всяких флешмобов. Я думаю, многие мужчины со мной согласятся. Но самые яркие строчки в этом флешмобе, в этой песне достались Валерию Гаркалину, заслуженно, мне кажется. Ну, пока остальные фантазировали на тему, когда мы выйдем с карантина, вот, а актер предложил наказать спекулянтов. Вот что из этого получилось, давайте посмотрим на видео. Когда мы выйдем с карантина, Очередение будет длинных в Дикси и перекрестках всей страны. Когда я выйду с карантина, я стану честным гражданином, И равнодушно буду я к вещам. Еще надеюсь, что обратно не сократят у нас зарплату Учителям, кассирам и врачам. Я предлагаю после высечь всех продавших за сертифичь, Маски, лимоны, гелий и имбирь. Очень хочу, чтоб эти люди сняли жилье с себе в валюте, Чтоб растаяла прибыль, как пломбирь. Быть они будем, мы сердиты, скажем кредиту мы идиты, И вскоре пообещаем мы не плить. В офис вернемся, как обычно, Там как-то все-таки привычнее У монитора до позднат упить. Карантин мы переследим, Раздавай добро онлайн и победим. Карантин мы переследим, Раздавай добро онлайн и победим. Пару недель все это длится, Мне уже малые все джинсы, Пряники я жую, забыл про кнут. В попытке выйти из подъезда В дверной проем я не пролезу, Но если что, соседи подтолкнут. Когда мы выйдем с карантина, То будем словно буратино Тыкаться в стену в поисках павла. Но лучше верить в силу нефти, И что арабские кишепты Не пошатнут российские дела. Мы после вспомним все, что было, Как наши руки пахли мылом, Как доставляли на дом молоко. И мы покинем наши хаты, Сходим в спортзалы и вам хаты, Прошлое будет очень далеко. Карантин, мы пересидим, Расставай добро онлайн и победим. Карантин, мы пересидим, Расставай добро онлайн и победим. Пусть эту пыль стирают годы, Вряд ли сотрутся QR-коды, Не умолчит история о том, Кто каждый день на дачу шастал, Кто десять раз менял свой паспорт, А кто к соседям лез через балкон. Час этот радостный торопит, Пусть будет мир во всей Европе, Музыкой мы планету ободрим. С нами вы пойте эту песню, Если беда, то легче вместе, Нам подпоют Нью-Йорк, Париж и Рим. Карантин, мы пересидим, Расставай добро онлайн и победим. Карантин, мы пересидим, Расставай добро онлайн и победим. Мы продолжаем. Волонтеры акции помощи в условиях распространения коронавируса, акция называется «Мы вместе», уже оказали помощь более чем миллиону россиян. Сейчас-то далеко не только и не столько доставка продуктов, питания и лекарств до дверей, что называется, но и прямая помощь малоимущим гражданам. В рамках акции также идет оказание помощи врачам в последнее время. Это мейнстрим такой. Сейчас идет процесс сбора средств, которые аккумулируются на счетах волонтеров-медиков и после распределяются по территориям, которые больше всего нуждаются в помощи. В основном собранные деньги тратятся на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, а также на решение других проблем, с которыми сталкиваются нуждающиеся. А вот акция «Борода для врача» в пользу фонда «Жизнь как чудо» запустила акцию, которая, точнее, вот эта акция «Борода для врача», она направлена тоже на поддержку медиков, врачей, которые работают с заразившимися, с заболевшими COVID-19. И они ежедневно находятся в центре, вот в этом огне пандемии. И цель акции – собрать 1 миллион. Также на приобретение каких-то средств индивидуальной защиты, возможно, даже лекарственных средств, каких-то продуктов. В общем, всего того, в чем нуждаются сегодня медики, находясь на работе целыми сутками, не видясь с родными. Это там по несколько недель, на самом деле. Да, возможно, даже эти средства будут направлены на улучшение вот такого временного жилья. Символом акции стала «Борода», ну, собственно, как ясно это и название, так как, ну, собственно, это давно было известно, но просто с коронавирусом столкнулись уже вплотную. Из-за неудобства пользования респираторами и медицинскими масками обладателей бороды, вот как у меня, то есть, в принципе, надеть на бороду, на усы маску-то и респиратор можно, но она не будет плотно прилегать к лицу, зазоры, щели, сквозняки, и то есть работать респираторы и маски будут, ну, что называется, в полсилы. В общем, из-за этого врачи, естественно, вынуждены отказываться от украшений на своем лице и сбривать их, что называется, под ноль. Среди прочих эту акцию поддержал главный врач больницы в Коммунарке, Денис Проценко, это мы помним, это самый раскрученный наш медик из тех, что борются с коронавирусом. Он Владимира Владимировича водил, после этого сам заболел, у себя в кабинете две или три недели сидел на карантине, вот у него шикарная такая борода, ну, вот борода, возможно, его как раз подвела. Давайте посмотрим небольшой промо-ролик об этой акции, чтобы узнать, кто еще участвует в ней, и позже встретимся в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот, итоги акции сейчас подводятся. К сожалению, еще на просторах интернета нет видео о том, как молодые, не очень молодые люди заболевают свои бороды в поддержку врачей. Я думаю, что пока что просто эти люди очень сильно грустят над своими бородами, и не могут собраться, чтобы выложить видео. Но как только будут объявлены результаты, а, возможно, и показаны результаты этой акции, мы обязательно их вам продемонстрируем. У нас на Кавказе есть кому что сбривать. Помощь врачам сегодня действительно выражается в совершенно разных проявлениях. И, например, вот еще один пример. Есть такие люди. Они отматывают за день сотни километров за рулем, способны припарковаться даже в самом узком дворе, найти любой адрес в самом запутанном мегаполисе. Это вот мастера руля и навигатора. Они доставляют каждый день врачей на вызовы. Наши коллеги отправились в разные точки Подмосковья, чтобы рассказать вам, как работают водители, которые во время пандемии решили работать бок о бок с медиками. То есть те самые люди, которые раньше подвозили кого-то, теперь будут кого-то не подводить. Вот давайте посмотрим, как это все происходит. Они отматывают за день сотни километров, способны припарковаться даже в самом узком дворе и найти любой адрес. Эти мастера руля и навигатора каждый день доставляют врачей на вызовы. Наши корреспонденты отправились в разные точки Подмосковья, чтобы рассказать вам, как живут водители, которые во время пандемии решили работать бок о бок с медиками. Рабочий день Геннадия Филиппова теперь начинается и дезинфекция автомобиля. О, уже интереснее. Чистая машина – это приятная езда. Это всегда к тебе приятно относится. Да и самому, по-моему, приятно. Но и дело не только в косметическом эффекте. Во время пандемии поддержание чистоты – необходимость. Ведь совсем недавно жизнь этого водителя с 30-летним стажем безаварийной езды поделилась на до и после. Вместо съемочного групп телеканала 360 он развозит врачей на вызовы. Вопрос был такой – кто хочет поехать помогать врачам работать в Солнечногорске? Он уже втянулся в процесс в день до 200 выездов. Говорит, в голове как будто тумблер сработал. К медикам стал относиться совершенно иначе. Я просто столкнулся первый раз на выездах. Я посмотрел, сколько им приходится работать, с какими людьми и сколько в них работают. А сколько историй о врачах теперь может рассказать Геннадий. Вот на днях ездили к пациентке, а на неделю сама температуру под 40 пыталась сбить и не вышла. Пришлось скорую помощь вызывать, но это не значит, что участковый врач передал пациента и про него забыл. И врач оставляет телефон, и она сама потом перезванивает больному, интересуется, приехала, не приехала, скорая, мониторить состояние пациента. Поэтому ты сам на самом деле становишься таким единым целым вместе с врачом. Вот его напарник Антон Тарасов. Работают как единый организм. Геннадий чувствует, когда доктору не до разговоров, а когда тот не прочь поболтать за жизнь. Антон человек немногословный, но признает, что без дополнительных машин и таких профессиональных водителей, как Геннадий, дело труба. Пешком и половина бы вызовов не отработал. Население пациента наше довольное тем, что мы быстро приезжаем. Задержек у нас нет. Пока врач идет к пациенту, дело Геннадия ждать. Во время таких пауз водитель начал составлять свою карту. На ней отмечены дома, в которых болеют люди. Здесь видно, где больше всего вызовов бывают. Это в основном многоэтажки. И если о чем и мечтает сейчас Геннадий, то только об одном. Я хочу, чтобы точек новых не появлялось, а на старый мы больше не ездили. А теперь перемещаемся в Балашиху. Здесь водителем скорой помощи работает Павел Груничев. И хотя он с медиками уже шестой год, пандемия поменяла и его жизнь. Говорит, вызовов стало в разы больше. Серьезная нагрузка. С тем еще расчетом, что медицинские учреждения разбросаны по области, как бы, и нагрузка, конечно, ложится. Километража больше. Доставляем больных в разные города, районы. Бригада состоит из двух человек. Врач и водитель, фельдшер Наталья Фролова работает с Павлом почти два года. Рассказывает, помощь напарника неоценима. Всегда помогает и с носилками, и даже иногда в тяжелые случаи ходит со мной, так как мы работаем по одному, на вызыва. Довести до места несложно, объясняет Павел, но есть и другие обязанности. Надо из-за состояния машины следить и работу спецсигналов вовремя проверять, и врачам помогать в экстренных случаях. Это у нас оборудование, кислородные баллоны на случай перевозки тяжелого больного нуждающегося как бы в индивидуальном вентиляционном легких аппаратах ИВЛ. Да, во время пандемии коронавируса такое оборудование на вес золота. Это индивидуальное. Здесь у нас маски находятся. Вот оно, кислород, все давление. Кислород, баллон полный, проверялись. На панели у Павла стоят большие часы с циферблатом. Они нужны, чтобы не отвлекаться на часы в телефоне. Все-таки в его работе самое важное это время. А теперь познакомимся с человеком, которому только предстоит проникнуться атмосферой медицинских будней. Николай Миняйло работал на одном из маршрутов МОСТ-Рансавто, возил обычных пассажиров. Теперь покидает родной автопарк. Там нужнее, и как бы просьба от руководства поступила, и вот нас, добровольцев, как бы я не против. Впереди у Николая три дня стажировки и официальный переход в медслужбу. Но, и это очень важно, рабочие места за всеми водителями, которые добровольцами перешли на подстанции скорой помощи, будут сохранены, и когда закончится пандемия, они снова пересядут в свои автобусы. Мы рады вас приветствовать в стенах Матичинской подстанции скорой медицинской помощи. Долгих разговоров здесь вести не принято. Николай сразу идет осматривать новое место работы, то есть автомобиль. Водители, с которыми общались наши корреспонденты, не знакомы друг с другом, но все они в один голос повторяли, что в непростые времена считают своим долгом помогать врачам. И слова эти можно было бы счесть банальными и пафосными, если бы за ними не следовало большого и важного поступка. Эти люди не побоялись ни нагрузки, ни непроизвольных контактов с больными, просто взяли и пошли работать туда, где тяжелее. И к другим темам. Вот вы знаете, о чем думают, о чем переживают ваши дети в период коронавируса и что вообще они знают о пандемии. Независимо от того, сколько лет ребенку, он же видит, что вокруг происходит, он слышит ваши разговоры с вашими друзьями, с родственниками и у него сто процентов возникают какие-то эмоции, переживания, чувства, которые он иногда не может сам объяснить. Да, вот сейчас все говорят о пандемии, коронавируса. Не важно, что говорят, главное, что говорят. То есть фон на самом деле информационный идет сплошной каждый день. Дети все это слышат и не разобравшись в вопросе, могут запаниковать, потому что кто бы и что бы не говорил о коронавирусе, фон всегда отрицательный. Нет там пока позитивных разговоров в любом случае. Ну и опять-таки прекращаются частые прогулки, с бабушкой приходится общаться по скайпу, он долго не видит своих друзей и не может понять, ну почему же так? То есть он выпадает из привычной среды обитания, тут еще взрослые говорят, что что-то там не очень хорошо со всем этим делом. То есть стресс со всех сторон. Вот, тут недолго и запаниковать ребенку, вот, чтобы этого не произошло. Нужно спокойно поговорить с ребенком об этом вопросе. Объяснить, ну почему ему сейчас надо чаще мыть руки и реже выходить на улицу. А если выбрали дистанционное обучение в школе, то объяснить причину. Почему? Ну, чтобы малыш, собственно, понимал. Не был поставлен перед фактом, а понимал, почему именно так и не иначе. И принимал, что самое главное. соответственно, принял. Вот, как правильно рассказать ребенку о пандемии, как заметить его тревожность по этому поводу, если она, не дай бог, есть. На эти вопросы нам ответила клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, ну вот такие медицинские термины, никуда не деться. Руководитель Центра «Культурный знак» Мария Ночбеки. Вокруг нас всех очень резко изменилась ситуация жизненная, очень резко изменился ритм, режим и для детей, и для нас, для всех, да, для взрослых. многие родители остаются дома, многие не выходят на улицу, да, с одной стороны, я так слышу, что многие детки даже рады в какой-то степени, да, что родители, как бы, больше внимания стали уделять, а с другой стороны, есть такое, наверное, поле, да, которое тревожит. Тревожность у деток может проявляться в очень разных формах. Кто-то может открыто подойти к родителям и спросить, да, о том, что происходит или где-то поделиться. Кому-то сложнее, у кого-то меняются сюжеты игр, тематика интересов, поведение меняется, могут меняться пищевое поведение, режимы какие-то, нарушаться сон, общее физическое состояние, могут обостряться хронические заболевания, могут какая-то еще симптоматика появляться, страхи могут поменяться. То есть родители видят, что есть в ребенке какие-то изменения и понимают, что с ним что-то происходит, его что-то беспокоит. У подростков это больше поведенческое отреагирование. Возможно, вы обращали внимание на то, что когда у нас происходит какая-то стрессовая ситуация, нам важно снова и снова говорить о том, что произошло. Таким образом, мы принимаем ситуацию, мы ее осмысливаем, мы справляемся с тем, что произошло. У деток немножко по-другому проходит восприятие. Конечно, им сложнее вербализовывать так, как взрослым. Иногда можно посмотреть, что они занимаются какими-то своими повседневными делами, играют и, в общем-то, как будто бы не переживают уже или забыли о чем-то. И лишний раз взрослые думают, что, наверное, не нужно трогать ребенка лишними разговорами. Это может приводить больше к тому, что нет пространства для какого-то осмысления, для этих переживаний. И они все равно никуда не деваются. И деткам еще свойственно дофантазировать, и таким образом может быть отягощено это переживание. Поэтому лучше, конечно, говорить не только о нынешней ситуации пандемии, но и в целом, если какие-то изменения семейные происходят, если какие-то что-то серьезное случается с детьми, в любом случае важно доносить. Для чего? Для того, чтобы дать это им пространство как раз-таки для более безопасного, защищенного принятия, осмысления, выражения себя. Для того, чтобы деткам было проще понимать себя, свои чувства, то, что происходит. И таким образом им проще будет исправляться с изменениями какими-то, с новыми условиями жизни. Чтобы снизить уровень тревоги, уровень напряжения, чтобы понимали о том, что происходит на своем языке, о том, что сейчас мы не выходим на улицу, о том, что сейчас многие болеют, но для того, чтобы нам не заболеть, нам важно придерживаться каких-то правил, что есть правила, что для того, чтобы мы были защищены и для того, чтобы быть в безопасности. И о том, что важно понимать цель, конечно, разговора, о том, чтобы лишний раз не добавить страха, чтобы снизить именно уровень тревоги. Я думаю, что каждая мамочка найдет для своего ребенка нужный момент, наверное, нужные слова для того, чтобы он понял. Конечно, мы можем полностью говорить о той ситуации, которая происходит сейчас, о том, что мы тоже тревожимся, о том, что это сложно, когда неизвестность есть, и о том, что мы справляемся таким образом. Вокруг есть люди, которые болеют, и о том, что сейчас мы делаем все для того, чтобы не заболеть, и о том, что скоро все наладится. Просто всех попросили посидеть дома. обращаются сейчас многие о том, что вот я поговорила с ребенком, и все-таки детки злятся о том, что не пускают на прогулку, или там на маму о том, что она не пускает, или мы остаемся дома. Для чего мы говорим? Для того, чтобы дать больше пространства, для того, чтобы ребенок мог обратиться со своими вопросами. Понятно, что один разговор ничего не решит. и сильно ситуацию не изменит. Но он изменит в каком смысле? Он изменит в том, что ребенок может лишний раз задуматься и лишний раз подойти с вопросом, или когда его что-то будет волновать или беспокоить, он к вам может снова подойти, или как-то связать свои фантазии с тем, что происходит, или где-то не замалчивать, не дофантазировать, а с вами разделить эту информацию или свои какие-то вопросы, фантазии. Таким образом, ему будет легче себя понимать, ему легче будет справляться с этой ситуацией, которая происходит, и он будет лишний раз понимать, что есть рядом взрослые, с которыми безопасно, с которыми он может поговорить и о том, что о нем заботятся. В общем-то, я думаю, что сейчас такое общее состояние, нам всем, наверное, нужна забота, и детям в том числе, и детям очень важно полагаться и на родителей, которые понимают, что происходит. Что касается маленьких деток, то можно создавать больше пространства для свободной игры. Свободная игра это значит, что больше сюжет исходит от ребенка, нежели от родителя. Таким образом, у ребенка появится больше пространства для выражения себя, для выражения своих чувств, своих тревог, своих эмоций. Дети в своем развитии опираются на психику взрослого рядом, на психику состояния родителей, заботящихся людей, которые рядом находятся. Поэтому важно, наверное, не сама суть того, что вы хотите сказать, а ваше состояние, ваша интонация, что с ними происходит, какая обстановка в доме. Опираются, наверное, и на супружеские отношения. В случаях, если взрослые сами тяжело переживают какие-то нововведения, или вы столкнулись с каким-то своим тяжелым состоянием, то можно обращаться за помощью. Сейчас очень много работают, несмотря на то, что многие учреждения закрыты, очень много специалистов работают онлайн, есть кризисные горячие линии, телефоны доверия, поэтому я думаю, что ждать, пока все пройдет, смысла нет, лучше, наверное, обратиться сразу за помощью, чтобы сохранить и свое здоровье, и здоровье своих близких. В семье, где родители счастливы, и у деток будет все благополучно, поэтому следите за своим здоровьем, уделите себе больше внимания, любите себя, и помните, что рядом есть специалисты, готовые вам помочь. А мы продолжаем. Несмотря на продолжающиеся в большинстве регионов карантинные мероприятия самоизоляции граждан, как минимум в 24-25 областях уже начали допускать послабления. Это уже началось, наверное, как с недели две, но вот сегодня мы хотели вам об этом рассказать, потому что на самом деле власти каждого отдельного региона составляют списки отраслей, в которые входят, ну, по данным экспертов, от полусотни до почти тысячи предприятий с разрешением на работу. Чаще всего речь идет о салонах красоты, автосервисах, стоматологиях, строительных компаниях и ателье. В Санкт-Петербурге и Крыму, например, разрешили работу табачных лавок, хотя, не знаю, я бы на самом деле как раз табачные лавки это попридержал. Видимо, уже окружили. Или среди властей вот этих регионов уже очень много... И заедлые курильщики, Да. Не знаю. Ну, все-таки табачные лавки все-таки это как на слуху. А вот в Ульяновске IT-компаниям разрешили, ну, там понятно, они за компьютером могут как-то по удаленке, не знаю. А в Приморье даже зоопарков, но без посетителей. Но это хитрый фокус, как они умудряются. Вот, в Татарстане, Новосибирске, Белгороде, Оренбурге, Приморье уже запускают промышленные производства закрытые месяц назад. А в Башкирии разрешили гулять с детьми. Но в этом же регионе после толчи на проходных крупнейших заводов власти объявили о грядущем сокращении списка предприятий с разрешением на работу. Ну, вот повторяется история с московским метро, хорошо известным. Вроде бы, на самом деле, все просили, все хотели. Организовано было не очень удачно, но, очевидно, надо где-то подрихтовать и сделать так, чтобы отменение карантинных мер не ударило обратным всплеском коронавируса. Ну, это надо тут подумать, что называется. А вот пример того, как работают салоны красоты, продемонстрировали наши коллеги из Владикавказа. Изменилась ли индустрия? Как повлияла на нее пандемия? Давайте посмотрим небольшой репортаж. Ладно, стилистов понятно, потому что мы должны зарабатывать деньги. Волка ноги кормят. У стилистов такая работа. Мы выходим, заработали, поели, да? так клиенты. Это был такой просто невероятный какой-то напор, что мне все равно, ну, пожалуйста, примите меня, я уже не могу на себя смотреть. Я не боюсь заразиться, потому что я знаю, что в этом салоне дезинфицируют все. Вот на входе, может быть, вы заметили, тоже стоят бахилы, дезинфицирующие средства, поэтому нет. Не боюсь. Также вот в перчатках мастер работает, маски. Мы всегда дезинфицируем наши инструменты и рабочие поверхности. Это обычная процедура, в принципе, кардинального ничего не поменялось. Так что безопасность наших клиентов и нас самих наш приоритет. Ну, мы продолжаем рассказывать о ситуации с распространением коронавируса в других странах. Вот. Сейчас вот давайте на Саудовскую Аравию посмотрим, а то мы все как-то... Америка, Европа. Ну, интересно, как люди справляются с ситуацией в других странах. На 6 мая в Саудовской Аравии зафиксировано чуть более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных не изменилось. Вот где, наверное, на плато-то вышли. Нам тоже так бы было бы неплохо. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии составляет 200 человек. Ну, тут надо, правда, оговориться, что общее население Саудовской Аравии вместе с гражданами и негражданами на самом деле составляет, ну, как Ленинградская область. Ну, там просто специфическое, на самом деле, социальное устройство. Там очень много они, что называются, там работают, но на них все блага, положенные гражданам Саудовской Аравии, не распространяются. Чтобы стать гражданином Саудовской Аравии, там надо родиться, там с этим строго, а там бесплатная квартира, бесплатная... Ну, в общем, мы все знаем, что там Саудовская Аравия. Вот. Поэтому туда люди рвутся. Вот. И общее число смертей с начала пандемии там 200 человек, а за сегодняшний день, вот как нет новых зараженных, так и случаев смерти тоже не зафиксировано. Так что медицина в Саудовской Аравии не зря ест свои деньги, отлично работают. В активной фазе болезни находится 24 620 человек, из них 143 в критическом состоянии. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 6 мая в Саудовской Аравии 5 431. А вот как продолжает жить страна в условиях пандемии, нам рассказала наша землячка, которая сегодня работает в медучреждении специально ориентированном на лечение зараженных COVID-19 в Саудовской Аравии. Давайте посмотрим небольшой такой спецрепортаж. Ассаляму алейкум, я доктора Амина, и сегодня я снимаю видео для подписчиков Архэс-24 специально из Саудовской Аравии, из города Эр-Яд. Я работаю в больнице, которая принимает только больных инфицированных коронавирусом. Надо сказать, что Саудовская Аравия объявила карантин более трех недель назад, и вот как раз третья неделя у нас идет комендантский час. За нарушение комендантского часа, который, к слову, у нас в Эр-Яде, также в Мекке, в Медине и в Джидде, длится 24 часа в сутки, полагается штраф в размере 10 тысяч саудовских яд, что в пересчете на русские деньги по нынешнему курсу доллара будет в районе 200 тысяч рублей. И повторное нарушение комендантского часа влечет за собой наказание в виде лишения свободы до 20 дней. В супермаркетах и в магазинах всего хватает лихвой и продуктов, и предметов бытовой, химии, дефицита нет ни в чем. При входе в супермаркет всегда предлагают обработать руку без инфектантом, дают перчатки, желающим также вытянутся маски и измеряется температура. Все международные авиарейсы и даже авиарейсы внутри страны автобусные рейсы все приостановлены. Даже на собственном автомобиле ты не можешь передвигаться из одного региона внутри страны в другой регион. Ну и в завершении хотелось бы сказать пару слов относительно того, что предпринимает государство для того, чтобы поддержать свой народ, а в частности медработников. Ну, во-первых, те так называемые кредитные каникулы у нас будут длиться три месяца и в течение последующих трех месяцев предусмотрены дополнительные денежные выплаты для медработников. Каждое утро к нам в больницу приезжает большая фура с едой бесплатной из Макдональдса. Плюс при предъявлении Hospital ID вот такой вот карточки, которая доказывает, что ты являешься сотрудником больницы, дают бесплатный кофе в Старбаксе. Ну, и вообще, в общем и целом, надо сказать, что здесь народ любит свое государство и государство заботится о своем народе достаточно хорошо. Поэтому никаких претензий и возмущений по поводу комендантского часа здесь нет. Альхамдурилля. Для желающих мониторировать, какое количество пациентов, зараженных COVID-19, выявлено сегодня и выявлено вообще в какой-либо конкретной стране, есть такой сайт, я вам сейчас покажу, называется COVID Visualizer. Очень легко найти, просто пишите в поисковике в гугле у себя COVID-visualizer.com, открываете сайт и видите, у вас высвечивается вот такой красный глобус со всеми странами мира. Глобус вращается, можете вот посмотреть, выбирайте любую страну. Ну, вот, собственно, так вот борется с коронавирусом в Саудовской Аравии, есть на самом деле что перенять, почему бы нет. У них там как-то вот успешно на сегодняшний день борьба идет. Это не говорит о том, что наши медики не стараются. Объемы разные, несопоставимые, к сожалению. Сейчас мы, конечно, все в ожидании того, что нам принесут в следующие дни, потому что все мы ожидаем того, как повернется ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России. Да что уж, прямо мы надеемся, что после 12-го отменят. Да, мы ждем обращения Владимира Владимировича Путина к гражданам Российской Федерации после праздников и надеемся, что все-таки вместе с главами Минздрава, Роспотребнадзора власти страны придут к решению как-то ослабить некоторые меры, меры ограничительные для того, чтобы жизнь уже начинала, не шла своим чередом, но хотя бы начинала идти. Возвращалась. Потому что еще нам предстоит выход из пандемии, из карантина. И это все тоже очень нелегко, потому что мы очень непросто в него входили, но и выходить тоже как-то придется. Да. Ну, в общем, будем ждать новостей, будем надеяться, что новости эти будут в масштабах страны только хорошие. Вот. А пока, ну, остается только пожелать вам слушаться советов специалистов, в данном случае медиков, их выполнять и не болеть. Ни в коем случае ни к чему такая радость нам не нужна. А мы с вами прощаемся сразу после нас в выпуск новостей, где вы узнаете главные события дня, самый такой вот полный, полная картина того, что произошло за день в 19.30, на телеканале Архиз-24. А мы с вами увидимся совсем скоро, уже завтра в 15.00 на телеканале Архиз-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова